Спасибо Так, ну, сегодня у нас такое итоговое занятие Мы, наконец-то, прочитали Пересказали книжечку Мэйси Хитченс И тайны закрытого ящика И сегодня у нас будет Небольшая, всего лишь 21 вопросик Викторинка Кстати, которую я придумала сама Когда я делала викторины по Гарри Поттеру Я некоторые вопросы брала из интернета Потому что, ну, там много было вопросов Ну, начнем сразу С, ну, таких вопросиков Которые знают не все Как звали любимого сыщика девушки? А они там Сейчас сами уйдут Так, подожди, я еще не прочитала Название, чьи имена Так, Гилберт Каррингтон Гилберт Майзл И Ганс Каррингтон Какой из этих Сыщиков любимый сыщик Мэйзи? Хотя я вообще не знаю Есть ли там Ну, в смысле, существующая Так, Аким написал мне единичку В чат Так, ну давай, Марианна Какие твои варианты? Можно не в чат присылать Тоже думала первый вариант Угу Так, Лукия Если честно, я не помню Ну, давай на угад Первый вариант И... Ой, простите Ой, простите Сейчас, подождите Я вам все спалила Как звали любимого сыщика Мэйзи? Рыба Рыбы Да, нормально Ну, короче, это был первый вариант Вы молодцы Я бы не прошла Так, ну и следующий вопрос Я, к сожалению, для вас спалила Потому что что-то я тут нажала Вообще непонятно что И это Какое самое нелюбимое блюдо Мэйзи? Картофель Рыба Или шоколадный кекс Ну, тут уже все понятно Но теперь вот вам дополнительное задание В каком моменте она рассказывала про то, что она не любит рыбу И что она думала в этот момент про сыщика Тоже связанное с рыбой Кто знает? Давай Мариан Марианна Когда бабушка ее отправляла Она говорила, что не может терпеть эту рыбу А что она про сыщика в этот момент думала? То, что-то связано с рыбой Блин, не помню Ну, короче, она И даже память как-то отшибла из домашки и репетиторов Отшибла память Короче, она думала о том, что, скорее всего, сам вот этого сыщика Ее любимый сыщик Он же очень богат У него там всякие служанки есть И она думала, что, как раз таки, он запретил своим служанкам Готовить рыбу Потому что он ее, скорее всего, тоже не любит Было бы интересно то, что где-нибудь в конце еще сказали Что это самое любимое блюдо Гилберта Карингтона Это было бы вот круто, но, к сожалению, такого не было Вот, кого Мэзи нашла в черном мешке Улики преступления Котенка или щенка Вы что, серьезно решили в чат писать? А ну, давайте это, так Котенок Понятно Аким Я думаю, что... Я не то хотела написать, а случайно Ну, сейчас, давай Я думаю, что щенка Щенка Мариана Ну, тут все показано уже на картинке Щенка Ну, может быть, это котик такой Я догадалась У котика мы были уши вверх Просто я подумал Я, когда читала «Щенок под прикрытием», я подумал, что это, наверное, щенка и нашла, и взяла к себе Мэзи Ну, в принципе, логично Луки Щенка Ну, щенка И в мешке был щенок Которого, кстати, хотели утопить Но из-за того, что, получается, ну, сам мешок, он был большой Воздуха в нем было много А щенок маленький Этот мешок каким-то образом выплыл на мостовую И Мэзи забрала этого щенка И вот следующий вопрос Мэзи как-то сразу же назвала щенка И как же его звали? Хэдди Эдди Или Эдвард? Ну, давайте, Мариана Твой вариант Второй вариант Второй вариант, хорошо Аким Эдди Эдди Лукия Ой, Лукия И вообще не помню, по-моему, Эдвард Хорошо, Эдвард Такой прям какой-то король Ты неправда Эдвард, я знаю, кто ты Значит, ты питаешься кровью И впитываешь ее Эдвард, тебе кажется, знаю, кто ты Ты тампон Ну, короче, вот Эдди Имя щенка было Эдди И вот первый человек, который Мэзи Точнее, первый человек, которому Мэзи рассказала про щенка Это была ее лучшая подруга И тут вот вопрос Как звали лучшую подругу? Элисон или Элис? Элис Ну, давай, Мэриана Вроде Элис Элис, хорошо А Ким? Я думаю, что тоже Элисон Правда, я думаю Ну, давай, какой? Элисон или Элис? Давайте Элисон Лукия Элисон Ну, первый вариант Хорошо, Элисон Ну, кстати, Элисон Это прикольный вариант имени Но, к сожалению Это была Элис Ну, кстати Зная то, что их У них в семье изучали французский И у нее, кстати Ну, у Элис был репетитор по французскому И нам даже про это рассказывали Было бы очень интересно взять все-таки Элисон Вариант Вот такой вот теперь вопрос Где жили бабушка и Мэзи? Мэзи жила только с бабушкой Где ее родители? Непонятно Особенно под первые книжки В обычном доме С большим хозяйством Ну, в смысле, типа С хозяйством С животными всякими С полем каким-нибудь В двухкомнатной квартире Просто в городе Или на чердаке Ну, давайте Для разнообразия Первая будет Лукия Наверное Я не помню Я не знаю Я забыл Ну, ладно Давай сначала тогда Аким Давай В двухкомнатной квартире Хорошо В двухкомнатной квартире Мэзи с бабушкой жили на чердаке Как вы меня слушали Я, кстати, это рассказывала На двух занятиях Из трех И вот, ну, кстати Мы Это Марьяна была, в принципе, близко Потому что, да Я говорила о том Что, ну, сама Мэзи Она жила на чердаке Но я и уточняла Что бабушка тоже жила Поэтому, ну, ладно Так Такой вот Ну, достаточно сложный вопрос Как звали профессора Который заселился В дом В тот же день Что и собака Профессор Тоби Или профессор Тобин Это такой вопрос Прямо для Высших людей Сложный вопрос такой Марьяна Профессор Тоби Как я помню Хорошо Тоби Аким Тоби Луки Нет, нет, нет Можно я изменю ответ? Ну, ладно, давай Ладно, давай Тобин Хорошо, Тобин Луки Хорошо, Тобин Тобин Ну, и это был Да, это Это был Профессор Тобин Похоже, мне реально Память от шли была Ой, да ладно Я, знаешь Я сама, когда Составляла викторину Я там лезла в книжку Проверять Правильно Я там вообще Выбрала Потому что Памяти доверять Не надо А, понятно Ну, и такой Встречный вопрос Кто был Его домашним Животным? Если вы даже Не помните Какое Какое животное Это было То на предыдущей Картинке Я заспойлерила Кто это был Вот Ну, и такие варианты Обезьяна Питон Попугай Или собака Ну, Мариана Попугай Потому что Там еще Его кличку Говорим Не помню как Но Это был попугай Хорошо Аким Мне кажется Что это обезьяна Может быть Луки Попугай Попугай Ну, и тут Это был Действительно Попугай Кстати Мэзи еще Немного Подрабатывала Тем Что она Убирала Клетку Попугая И, кстати На эти деньги Она покупала Еду Эдди Как звали Мальчика Которого Уволили И кто Он был Ну, то есть В принципе В начале книжки Рассказывается Что у нас Уволили Какого-то пацана Вот кто этот Мальчик был И кем он работал Так Мариана Джордж был Разносчиком Я мне прочитала Вариант Ну, короче Джозеф Садовод Джозеф Пекарь Джозеф Ой, Джордж Паж И Джордж Разносчик Ну, поскольку Это была все-таки Средневековая Англия Ну, мало ли Вдруг он был Даже Пажом Аким Джозеф Пекарь Пекарь Хорошо Луки Он был Разносчиком Разносчиком Ну, и Да Это был Джордж И его Звали Разносчик Да Короче, его Звали Джордж И он был Разносчиком Я еще не сказала Что его зовут Разносчик Так Ну, и Встречный вопрос Почему же Его уволили Он был Невоспитан Он украл Деньги И он Хулиганил На улицах Например Мариана Якобы Крал деньги Крал деньги Аким Насколько я помню Там Говорили Что якобы Это он Украл деньги Но Насколько я помню Там кто-то Другой украл Угу Он Он Крал деньги Но не Крал Ну Тут Все Правы Ну По мнению Всех Джордж Крал Деньги Но Как мы знаем Потом Не он Крал Деньги Точнее Он вообще Не крал Деньги Его Как будто Подставили Да Какая Была Отличительная Черта У Украденных Монет Зеленая Метка Желтая Метка Ну Или Красная Метка Мариана Желтая Метка А точнее Монета Вроде Вся Была Желтая Ну Нет Там Была Пятнышко Желтая И Ладно Давайте Потом Задам Еще Аким Желтая Луки Я Не помню По-моему Да Желтая Если Не ошибаюсь Ну Хорошо Желтая И Ну Действительно Это была Желтая Метка Ты Заспал А Точно Простите Я даже Сама Это Сначала Не Поняла Так Ну Давайте Это Тогда Встречный Вопрос Вам Еще Вдобавок Как Узнали Что Метка Была Желтая Ну То Как Они Узнали Что Отличная Черта Монет Это Желтая Метка Кто Нибудь Знает А Как Давай Мариан Потому Что Похититель Там Крал И А Точнее Помечал Монеты Желтой Краской Кстати Аким Это Тачка Там На Фоне Да Это Мои Фираж Ну Это На Ламбу Похоже Давайте Размышлять А у меня Финарник Давайте Размышлять Кавычка Я Не знаю Я Если Смотрите Вот Предположим Аким У нас Вор Ну вот Предположим Будет он И у кого он Крал Вот Смотри Ты приходишь Крадешь Деньги И вот Ну Как По-твоему В месте Там Где Хранятся Деньги Попадется Монета Которую Ты Пометил Потом Маскируешь Зум Вот Ну Короче Прикол В том Что Получается У Мэти Такая Теория То Что Тот Кто Крал Деньги Он Ну Складывал Монеты В Рукав Ну И Она Предполагала Что Возможно Из рукава Выпала Монетка И она Была Помечена Желтой Краской Но К слову Так Никто И не доказал Что Помеченная Желтая Монета Это Именно Монета Которую Украл Вор То есть Это До сих пор Неизвестный Факт То есть Возможно Это И просто Монета В краске Вот Поэтому Такой Себе Факт Такая Себе Улика Но Все равно Она Была Так печально Чему Мэйзи Пришлось Прибегнуть Чтобы Найти Вора Первое Устроиться На работу В лавку Второе Пришлось Прибегнуть К гриму И Третье Попросить Раздел Ой Разведать Об этом Ну то есть Попросить Кого-то Разведать Об этом Ну вот Сразу скажу Тут можно Выбрать Два варианта Но надо Обосновать Мариана К гриму Так что Ее даже Она сама Себя не узнала Там Хорошо А Ким То она была Бабулей То она была Бабуей То еще Какой-то Женщиной Бабуей Давай Ким Она Гримировалась И устраивалась Работать В лавке Луки Она Гримировалась Там К примеру Бабушку Ну и Да Мэйзи Прибегла К гриму Но На самом деле На самом деле Вот как Сказала Ким Можно было Выбрать Меня заскамили Я нажимаю Короче Назад А у меня Идет Вперед Короче Можно было Устроиться На работу В лавку Потому что Ну она пробовала Но у нее Не получилось Ее спалили Ну и Вопрос уже Следующий Ким Мэйзи Притворилась Первый раз В принципе Тут уже видно Бабушкой Молодой Леди Мальчишкой Или Дедушкой Слово Возможно Эта картинка Вообще Не из той Главы Ну то есть К слову Так вот Вам сказать Кем Она Короче Первый раз Притворилась Мариана Молодой Леди Хорошо Молодой Леди А Ким Молодой Леди Хорошо Луки Мальчишкой Мальчишкой Так Ну и Ответ Мальчишкой Кто Блин Решил Что Молодой Леди Какого Перепуга Она Вообще Не была Молодой Леди Это Она Просто Ну Тупо Она Вообще Была Молодой Леди Даже И без Грима Была Молодой Леди Ей Было Действие Она Еще Не Леди Она Ребенок Так Ну Ким Мэйзи Притворилась Во второй Раз Опять же Говорю Возможно Это Левый Рисунок Это Подстава Возможно Бабушкой Молодой Леди Или Дедушкой Ну То есть Ну Как Давайте Мариана Бабушкой Бабушкой А Ким Наверное Бабушкой Хорошо Луки Я Я Помню Бабушка Бабушка Была Ну Тут Все Ответили Правильно И Да Она Притворилась Бабушкой Так Ну Как Помним Кроме Этого Как Его Называют Кроме Директора Этой Лавки Было Еще Три Рабочих Фрэнк Салли И Джордж Не Джордж Забыла Джордж Это Разносчик Ну И Короче Вот Как Она Проверила Фрэнка Кинула Монету Перед Ним Расспрашивала Его Или Попросила Помочь Так Это Нечестно Вы Тянете Руку Я Буду Как В школе Луки Я Не Помню Ладно Наугад Ладно По-моему Я Точно Не Помню Попросила Помощь Попросила Помощь Не Кинула Монету Кинула Монету Хорошо 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 Аким Кинула Монету Перед Ним Мариана Кинула Монету Перед Ним Но Точнее Уронила Специально Швап Вперед Точнее Сзади Уронила Ну, перед ним она кинула, а она была, ну, естественно, впереди него Так, а Аким что-то хотела добавить ещё? Почему она кинула монету перед ним? Можно обычную? Да, давай Если бы он был вором, то он бы её потом поднял и не вернул А поскольку Фрэнк взял монету и вернул её, она поняла, что он не вор Ну да, в принципе, так оно и было Ну, и правильно, она кинула монету перед ним Что ей, ну, и дало показать, что, ну, скорее всего, он не вор Так, ну, и как Джордж получил работу обратно? Первое, доказал, что он невиновен Ну, пришёл, типа, и привёл какие-нибудь доказательства Второе, его пожалели И третье, бабушка помогла Так, а Мариана? Доказала, что он невиновен, но... А почему там бабушка в кавычках? А это надо подумать Я давала вам подсказку Лукия? По-моему, бабушка помогла Я не помню, там либо доказал, что он невиновен, либо бабушка помогла Ну, давай, выбирайте вариант Ладно, давайте бабушка Хорошо Аким? Наверное, да, бабушка помогла Бабушка Ну, и бабушка помогла А теперь вот давайте, кто понял, почему у меня бабушка в кавычках и какая бабушка помогла Можно? Давай Это была она, ну, которая... Ну, Мэйзи Да, Мэйзи, она же притворяла с бабушкой И именно бабушка пришла и, ну, стала рассказывать там про то, какой там Джордж был хороший, он не мог красть Ну, в принципе, это всё повлияло на директора этой лавки Ну, и тем более она, ну, в смысле, Мэйзи добавила то, что новый разносчик, он плохой там, на неё чуть не наехал И, ну, его опять вернули на работу Вот, кто в итоге воровал деньги? Салли Мальчик Джордж Ну, или Фрэнк Ну, давай, Марьяна Салли Салли, хорошо Аким Салли Лукия Я не помню Ну, пускай мы Салли Ну, давай, Салли Вы все молодцы, это была Салли Ну, а теперь немножко посложнее Зачем Салли воровала деньги? А твое имя звучит как Салла Так, первое Она хотела починить сапоги Второе Считала, что зарплата маленькая И третье Хотела помочь сестре Ну, давай, Марьяна Хотела помочь сестре Хотела помочь сестре, хорошо Аким Хотела помочь сестре Лукия Хотела помочь сестре Ну, и да Она хотела помочь сестре Давайте я вам еще расскажу Почему же она хотела помочь сестре Се она хотела помочь Потому что Короче, она там болела И нужны были срочно деньги на лекарства Но, как бы Ей их не дали Поэтому она, в принципе, воровала Так Следующий вопрос Салли вернула деньги? Нет? Да? Не все Давайте Давай, Аким Не все Хорошо, не все Хорошо, не все Марьяна Ой, Марьяна Блин Не все Хорошо, не все Лукия Не все Не все Хорошо Ну, и вы тут все не угадали Она вернула все деньги И об этом, кстати, сказал Фрэнк И Фрэнк И Фрэнк даже попросил ее оставить Потому что, ну, она же все вернула все-таки Так Салли все-таки уволили Нет? Да? Или все-таки ей дали второй шанс? Ну, типа, на исправительном сроке Я забыла, как читается твоя Марьяна, короче, все Ты будешь Марьяной Я забыла Окей Ну, ничего Я тебе весь урок как-то называла Я уже привыкла Меня даже в школе Мои анноклассники и подруги так Неправильно называют То Марина То Марь То Маша Так ты кто? Я уже забыла Как тебе читать? Ей дали второй шанс Хорошо Дали второй шанс А тебя-то как называть? Я тебе весь урок называла, забыла Не, ну, как Хотите Понятно Ладно Аким Ваш вариант Ей дали второй шанс Хорошо Лукия Ей дали второй шанс Ну, и ей не дали второй шанс Ее уволили из лавки Чем вы слушали меня? Вы все были на последнем уроке Я все это рассказывала вам Ну, я там не была на одном уроке вроде Да ты на всех была А не, я там на одном не была Ну, ладно Я на одном был Я вообще только на одном Где в итоге Стала работать с Салли Первое Ей разрешили остаться в лавке Второе У бабушки Мэйзи И третье Нигде Потому что вора никто не хочет брать на работу Марьяна У бабушки Мэйзи Хорошо Помогала Аким Аким У бабушки Мэйзи И Лукия У бабушки Мэйзи Ну, это все правильно ответили У бабушки Мэйзи Это был последний вопрос Старшей Дорины И теперь я хочу вам представить По нескольких книжек А ну, сначала давайте вы скажете Как вам вообще книжка А я пока включу презентацию Следующую Ну, как вам книжка вообще? Мне понравилась Всем понравилась Это хорошо Потому что мне она тоже понравилась Я, как обычно, начинаю не с того слайда Итак, книжки, которые я вам хочу Сегодня представить Ну и первая книжка, которую я, наверное Ну, наверное, хочу больше всего Это Хоббит Это очень интересная книжка Итак, давайте начнем вообще с того Знаете ли вы, кто такие Хоббиты? Нет у нас тут, случайно, любителей Властелина колец или Хоббита? Ну, я что-то слышала Так-то я не смотрела и не читала Но что-то слышала Луки Я знаю Мне как-то даже пересказывали Я хотела начать читать вот недавно Я из-за него, конечно, согласую Вот, хорошо Так, ты знаешь, что такие Хоббиты? Хоббиты, это, по-моему, ну Я то есть Слышала Ну, такие, как это Которые на картинке тут изображены Я не знаю Ну, это понятно, да Ну, короче, это Что они такие стрёмные-то? Вот, это стрёмный Это не Хоббит Это какой-то Человек Это тот, кто был раньше когда-то Хоббитом Ну, короче Хоббиты, это такие Это народ Который, ну Взрослому, обычному человеку Среднего роста по пояс То есть они полурослики, как их называют Многие И Они славятся тем, что Они смелые И Ну, некоторые любят приключения Хотя, на самом деле Они любят уют Живут дома Ну, и Никуда за порог не ходят Можно так сказать Но У нас было несколько Хоббитов в истории Которые всё-таки куда-то ходили И про одного Вот как раз-таки рассказывается в этой книжке Его звали Бильбо Ну, короче Прикол в том, что к нему в дом вломились 13 гномов И потом Они все дружно пошли завоёвывать гору В которой Которые жили Которые В которой Жил дракон Вот Короче, они пошли у дракона Отвоёвывать гору Этих Гномов Слово Как бы Я тут подумала о том Что, ну Вы не знаете Как выглядят гномы Из Хоббита А именно Как, ну, вот в фильме Представили их вот так вот И вот шикарные у нас гномы Это Хоббит Вот Ну, а как бы С чем они там Встретились На пути К горе И получилось ли у них там Отвоевать гору Это мы узнаем Только в книжке И Кстати, забыла сказать Раньше Эта гора была Ну, как раз таки Она была Горой Гномов И вообще У них там было Царство под горой То есть У них в горе Было царство Трэш Ну, короче Вот как-то так Возможно Я не умею объяснять Я, в принципе Это знала всю жизнь В принципе Короче Книжка очень интересная И Ну, на самом деле Я бы с вами Даже прочитала Следующую книжку После этой Ну, продолжение Властелина колец Но все-таки Думаю, что она Слишком нудная Я ее первый раз Прочитала 8 лет Но мой папа И мама Они не осилили книжку Поэтому, ну Наверное Мы ее все-таки Не будем читать Она слишком сложная Наверное Так Дальше Очень интересная Сказка Не знаю Фэнтези Это Хроники Нарнии Там очень много томов Но я предлагаю Начать со второго Кстати, вот По второму Как раз таки Есть фильм Я там Я смотрела Там Начала Мне как-то Мне как-то Попалось Это И я там Посмотрела Ну, короче История У Четырех Детях Которые Ну Брат Сестра И брат Сестра И там Одна Попадает Из шкафа В лес Да В Нарнии Да Нет Ну Ну На самом инопланетян. Ну, короче, были очень интересные варианты. Поэтому, в принципе, если вы выберете это, я могу вам найти какую-нибудь очень интересную фантастику детскую про Алису. Там очень много интересных вариантов. Так, следующий вариант. И это трилогия «Чернильный мир». На самом деле, я фильм смотрела давно. Есть фильм по первой книжке, а именно «Чернильное сердце». Но про книгу узнала буквально месяц назад. И вот, к слову, закончила слушать эту книжку неделю назад где-то. На самом деле, очень интересная книжка. Там, получается, есть два главных персонажа. Это Мэйзи и Мо. Мо — это ее папа. Я, если честно, забыла, как его звали целиком, но Мэйзи всегда его называла. Все, я уже еду. У меня опять Мэйзи. Это все Мэйзи виновата. Простите. Это не Мэйзи. Я забыла, как ее зовут. Сейчас, подожди, надо найти. А мне бы хотя бы узнать первые три буквы имени, так как я там вообще об этом нифига не знаю. Сейчас. Причем я, блин, все повторила. Сейчас, подожди, сейчас найдем. Я не помню. Вроде бы что-то на Г. А, Мэйги. Ну, в принципе, тоже на М. Мэйги. Короче, ее звали Мэйги. Вот. Ну и Мо, то есть ее папа, у него была такая способность еще с детства. То есть, если он читает вслух, хорошо вчитывается там в книгу, читает все выразительно, то так получается, что, ну, из книги может выйти персонаж или какой-то предмет из книги. Но взамен из нашего мира в книгу тоже что-то войдет. И неважно, это будет предмет или человек, например. Вот. Ну, он... Ну, да. Ну и Мо до, не знаю, сколько там лет. Ну, короче, он уже вышел замуж. У него уже была трехлетняя Мэйги. Хорошо, женился. И только потом он узнал, что в книгу может войти и живой человек. Ну и, соответственно, из книги может тоже выйти живой человек. Ну и, короче, все это случилось одним вечером. Мо читал маме Мэйги... Я тоже забыла, как ее зовут там. Какое-то странное имя. Вроде бы как цветок. Не помню. Ну и, короче, он читал ей книжку Чернильное сердце. Ну и так получалось, что в какой-то момент сама мама Мэйзи пропала. И пропали их две кошки. Ну, то есть, они очутились в книге. А из книги, соответственно, вышло два злых персонажа, которые там были самые злые вообще в книжке. Злодеи. И один вот этот вот человек, которого звали Пыль на руку. Ну, там в зависимости от перевода где-то он сожрут. Ну и, короче, ну, естественно, Мо больше этого, точнее, после этого он никогда не читал книжки Мэйзи, потому что он боялся, что она тоже пропадет. И он всяческими способами пытался достать свою жену из книжки. Но у него это не получилось. В принципе, как и Пыль на руку, хотел попасть обратно в книжку. Но он отказывался, потому что это было слишком опасно. Ну и, короче, очень интересная история. Потом эту семью находят вот эти вот два злых персонажа, которые там уже организовали банду, и хотят от него что-то. Тоже связанное с книжками. А вообще, книжка очень интересная про любовь к книжкам, потому что сам Мо, он работал доктором книжек. То есть, он ходил и лечил старые книжки, которые уже были старые, он там их переплетал. Короче, такой работой занимался, на самом деле, очень круто. Так. Вот. Ну а что там с ними дальше произошло с этими плохими персонажами и вообще в этом мире? Добрался из той же рук в свой дом и нашлась ли жена Мэйзи? Ой. Почему мне опять Мэйзи? Жена Мо. Мы узнаем, только прочитав книжку. Но так, книжка очень интересная, я бы очень хотела, чтобы вы ее выбрали. Ну и очень интересный вариант это Пеппи Длин и Чулок. Ну, я думаю, все знают сюжет Пеппи Длин и Чулок. У нас тут вообще есть люди, которые не знают Пеппи Длин и Чулок? Простите, что вмешиваюсь, но в принципе я знаю книжку, я была даже на спектакле и мне уже будет неинтересно. Ну, читайте. Хорошо. А Ким? Знаешь книжку вообще эту? Ну, или фильм? Ты ничего не знаешь? Марьяна? Марьяна. Я в принципе там много прочитала, но так-то я не совсем знаю. Ну, короче, история про девочку, у которой папа капитан корабля, а мама умерла. Ну, и так получается, что там происходит какой-то шторм, папа куда-то девается, не знаю, его волной смывает, и сама девочка отправляется в какой-то город и рвет в некой великолице. Короче, в каком-то доме её папы, и там у неё всякие приключения, её сначала заставляют ходить в школу, потом там вообще чуть ли не опеку на неё вызывают, потому что, ну, почему ребёнок живёт один, несовершеннолетний? Вот ещё она живёт вдобавок с конём и обезьянкой, ну, и, короче, там очень много интересных приключений. И вот, к слову, наверное, первый раз я узнала про эту книжку, мне мама её прочитала года четыре, может, в пять лет, и в последний раз я её читала где-то вроде бы в десять, и, ну, я её заслушала и прочитала просто до дыр, потому что, ну, правда, интересная книжка. Ну, а теперь я предлагаю вам выбрать какую-то книжку. Естественно, можно выбрать следующую книжку про Мэйзи. Я, правда, не знаю, про что там, но, я думаю, исходя из первой очень интересной книжки, можно, ну, и её тоже выбрать. Так, я повторюсь, я предлагаю вам Хоббита, Хроники Нарнии, цикл Алиса Селезнёла, какую-нибудь интересную книжку подберу вам, или, ну, трилогия Чернильный мир, сейчас, скорее всего, мы прочитаем только одну книжку, и Пеппи Длинный Чулок. Ой, Кима там взрыв в голове. Ну, давайте, какая книжка вам кажется больше, ну, самая интересная? Мне кажется, Хоббит, я хотела, как говорила, прочитать, у меня есть вопрос, мы будем на уроке прям читать, или мы будем читать и потом пересказывать? А нет, мы будем там либо аудио, либо читать до занятий, и потом будем разбирать на уроке. Ну, да, я уже, как бы, мы здесь всю книгу уже прошли, точнее, там, ту часть, где она одно расследование провела. Не, ну, в принципе, в принципе, я буду вести уроки, ну, как вот эти вот я вела, типа, дома читаем, потом, ну, рассказываем впечатления и пересказываем, можно сказать, главы, но и я, скорее всего, присоединю ко всем этим книжкам, какое-нибудь аудио, я еще посмотрю, потому что, ну, не все могут читать из-за уроков, там, школы, вон, вообще репетиторы по всем языкам мира, вот, и, я еще точно не знаю, возможно, скину ссылку на, ну, книжку, именно как книжку, потому что, скорее всего, я сама буду скачивать себе на телефон. Так, ну, короче, вот, один человек проголосовал уже за Хоббита. Я тоже за Хоббита. Тоже за Хоббита. Ну, Аким, какая тебе книжка, кажется, интересной? Конечно же, Хроники на Арне. Хроники на Арне, я, в принципе, с тобой согласна. Я, кстати, полностью, ее прочитал, все семь книг, все семь книг, и это было удивительно, книжка. Вот. Что начать с первой части? Ну, я все-таки предлагаю со второй. Мне кажется, первой все-таки немного скучно. Ну, смотрите, я, короче, вот прям сейчас, те же есть в группе книжного клуба, да? Да. Да. Я, короче, прям сейчас там сделаю голосовалку, вот после урока, и можете проголосовать за свою книжку, и там еще люди вдобавок проголосуют, и помогут нам выбрать книжку, которую мы будем дальше читать. Вот, а так, в принципе, у вас уже есть какая-то привилегия, я вам рассказала про книжки, ну, а сегодня давайте уже, уже, наверное, пока. Я тогда решим где-то, ну, за пару дней, и я вам пришлю, какие главы надо читать, все вот эти ссылки, все поприсылаю вам. Вот, и так давайте, всем пока. 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 Субтитры сделал